Полтора года назад я был рядовым, теперь я младший сержант. Получил госнаграду, благодарность от верховного главнокомандующего. Награду за боевые отличия похудел на 20 килограмм. Теперь я обучаюсь в Михайловской военно-артилистской академии на первом артилистском факультете. Так как я командир отделения здесь и работаю с личным составом, то есть со школьниками бывшими, которым сейчас 17-18 лет, к ним больше по-доброму, как-то по-отцовски относятся, стараешься, по крайней мере, потому что не все с пониманием пришли, куда они пришли. И приходится им помогать постоянно, где-то наставлять на путь какой-то, где-то просто подсказать добрым словом, как-то поддержать. Тебе сейчас сколько лет, если не секрет? 23-25 ноября будет 24. И ты уже считаешь, что это ребята прямо? У нас колоссальный промежуток в возрасте, колоссальный, потому что не в возрасте, а вот именно в понимании жизни. Они до сих пор не понимают, что они уже не мальчики маленькие, и они уже взрослые мужчины. И то, что им нужно как-то уже свою жизнь строить, они пришли тем более в военное учебное заведение, из которого они должны выпуститься офицерами, командирами, которые будут поддерживать и направлять личный состав непосредственно на поле боя. Они не пришли в школу или там в какое-то гражданское заведение, где он выпустится менеджером или дизайнером. Он выпустится командиром, который будет отвечать за каждую жизнь, каждого своего подчиненного. Я вообще на урагане. Я с детства как-то все время сам был. То на тренировке я ходил, то на свинания куда-то уезжал. Я все время как-то сам был. И родители, они просто где-то направляли меня только. Они никогда меня не окутывали какой-то максимальной заботой. Еще чем-то я шишки свои сам набивал. И в армию пошел тоже. Это была инициатива. Они хотели, чтобы я автомехаником был по профессии, в которой я учился. Мне это было неинтересно. Я ушел в армию и в армию. Вся жизнь и друзья, все в армию. Весь дивизион стал одним целым. Мы жили в одном месте по 12 человек, 15 на разных позициях. У нас 4 БМК на разных направлениях были. Мы постоянно так работали. И с нами только два офицера старшими были. И эти вот группы, они стали прям одной семьей. Мы шашлыки жарили на позициях всегда. Я на СВО за последние 7 месяцев набрал 20 килограмм. Больше даже. А потом, когда я приехал сюда, я эти 20 килограмм скидывал. Вот я постоянно бегал, сейчас спортом постоянно занимаюсь. Одной семьей стали там весело было. Каждый день весело. Я поступал, я уже старый для поступления считаюсь. Сейчас много же будет частей формироваться. Я думаю, что по выпуску карьерный рост будет относительно быстрым. До куда дойдем, не знаю. Планы есть служить до пенсии. И даже, может, больше до предельного возраста. Мама, Андрей, привет. Спасибо вам за мое воспитание. Бабушка. Люблю, целую. Каждый день, даже когда я еду на задачу, я вижу детей, которые просто смотрят на нас с восторгом, что мы приехали им помочь. Я уже хочу побыстрее сделать так, чтобы они улыбались не только потому, что видят нас, а просто потому, что у них мирное небо над головой. Так было у меня в детстве. Улыбались не только.